А перед началом этого видео я хочу поблагодарить наших спонсоров, особенно это касается великих и величайших спонсоров, а именно Шенни, Роман Федорович, Мелф, Павел Коваленко, Ретейл, Сиса, Острых Бол, Сдагба, Мистагар, Старкеллер. А величайшие спонсоры это у нас Сквозняк, Николай Скобликов, Атилагун, Кэмп 33рус и Райнер Саркоза фон Рихтер. На ютубе у нас великие спонсоры это Дочландрейх и Людей Наземлянен. Если вы хотите поддержать канал и также получить классный бонус, например доступ к фейлам записи видео, то можете оформить спонсорку по ссылке в описании на Бусти. Спасибо. Всем привет, с вами Эмбра, наша компания сейчас продолжается за Америку. Я сейчас сидел, просто занимался страной, понижал наше бесчестие, ну тут ничего не делаешь, оно понижается, ну в общем и у нас здесь победили социалисты. Я там в этом выборе что-то такое прожал, социалистическое и в итоге вот, их поддержка уже 33%. Также сейчас здесь вон Россия у нас образовалась вот такая вот, есть Украина, Беларусь и Литва взяла, напала на Польшу, отгрызла ее кусок, захватила еще Латвию и в общем вот это вот. Скоро здесь походу будет та самая большая Литва. Посмотрим получится ли у нее это сделать, 37 место, промка есть, армия тоже ну такая вполне себе, даже престижа 153. У Польши 45. Тут кстати коммунист, на Украину влиять пытался, на Беларусь тоже, ведь он даже наинвестировал, но не выходит из-за того, что Россия сама влияет сюда. И причем смотрите, дружеская сотка, дружеская сотка, и она не делает эти страны в своей сфере, она просто мешает туда лезть. О какая, это самые независимые страны, Беларусь, Украина, потому что Россия туда не вылазит, она их влияние защищает и независимость и нам не дает. В итоге вот что мы сейчас видим, так что мне пришлось отсюда просто уйти, так как она не тратит на включение в сферу свои очки вот эти вот, а просто душит нас. И задушила, причем нехило. Мне недружественно и тут, и тут, так что на двух столиках сидят тут, кстати, фашисты. Ух, Беларусь, либералы. Австро-Венгрия, либералы, Франция, консерваторы, Испания, консерваторы, Италия, реакционеры, Пруссия, консерваторы. Ну скоро, кстати, фашисты будут появляться. В России, Союз 17 октября, это консерваторы, где-то тут, наверное. А, это националисты в Перу. В принципе здесь, ну фашисты должны появиться в Пруссии, до Италии, но пока, пока рано, видимо. Пробую я также Турцию сделать в нашей сфере, и тут, кстати, немножко осталось. Потом переключусь я на Скандинавию, она на 13 месте находится, а Турцию на 9, так что Турцию, скорее всего, мы потеряем. Но так как я тут уже почти засферил, то давайте добьем. А Скандинавию стоит, на самом деле, потому что такая вот важная здесь страна, и плюс у нее еще есть колонии. Небольшие, но тоже как бы неплохо, вот, в принципе. Так что, пойдет. Польшу трогать не буду. О, враждебное тут с нами и многими остальными мнение. А Нидерланды, вон, да, засферили, взяли Пруссию. Пруссия на 10 месте. Скандинавия зовет нас повоевать с Россией. Так, а Россия воюет против Франции, Японии и Скандинавии. Давай согласимся. Но участвовать как-то особо желания у меня в этом нету, так что я надеюсь, что здесь французы, как-то японцы там мешаются. Кстати, японцы, вы не в нашем союзе? Нет, но я бы с вами засоюзился. Мнение плохое. Давайте в лучшем. И безчестие мешает пока союза заключать. Законы о шпинаже и подстрекательстве. Расхождение в взглядах. Обычное дело в свободной стране. Ммм, там, кстати, у нас социалисты получат больше поддержки, престиж, плюрализм. И, кстати, будет выбран вариант свободная пресса и все разрешены политические реформы. Так у нас и так стоит это все. Как бы круто. Но моя цель выйти сейчас вот сюда вот. Толерантность. Как бы, ну, Америка. Но что-то как-то мало кто хочет. 29.9% голосуют за. Угу. А кто хочет сюда выйти? Либералы. А, сюда хотят выйти либералы. Сто процентов голосуют социалистов против. Нифига себе. А мы как социалистов провели бы для вот этого, а оно и не надо. Либералы как-то не особо помогали нам выйти сюда вот. Но и население не желает вообще там. 0,02% всего лишь желает этой реформы. Так что ждем. Со временем может быть ситуация изменится. Что это? Украина хочет союз? Союз с Украиной? Вообще мне бы союзик с Турцией есть, в Ненави есть. Да, в принципе, Украина, не знаю. В плане тут бригад, она скоро их сделает. Мобилизацию тоже проводить хорошо может. Население у нее большое есть. В Австро-Венгрии, в нашем союзе, наверное, союз нам и не нужен. Я лучше откажусь. Налоги понизить сильно мы не можем. Как бы не хотелось. Вот, например, богатых. Кстати, они платят реально очень много налогов. Смотрите. Средний класс. 3 900. Богатые 17. Хотя обычно средний класс платит больше, чем богатые. Но у нас богатые стали слишком богатыми. И тут, ох, 69. А если бедняков, 79. То есть не сильно отличаются. У нас просто много богатых в стране. Сколько у нас, ну-ка, капиталистов? 95 тысяч. Чиновники 3 миллиона 800. Аристократы миллион. Хотя, думаю, побольше будет. Ну, пускай так. Вроде тоже неплохо. Создаю сейчас, в общем, у меня новые войска. Тут вот, например, добавляют танки и все остальное. Здесь тоже из танков создаю войска. Но дело в том, что танки делаем только мы. Смотрите. А, не подожди, там... А, Персия возникла. Смотри. Я вот на начало серии глядел. Тут только мы танки делали. Мы сейчас теперь делаем 92%. Немножечко танков тут начали делать персы, а? Вот какие? Персы. А вы тут, кстати, в сфере Британии еще находитесь. Вот оно что. Абсолютный монархит с цивилизованным государством. 27 место. Важная шишка, кстати. Ну, ладно, там. Все равно у нас доминирующее положение. Да и пускай остальные тоже делают. Нам просто будет проще танки эти получать. Когда мы делаем их хорошо, но когда еще остальные их делают, то просто больше танков. И поэтому наши войска будут быстрее создаваться. Потому что здесь у нас не такое уж большое производство танков этих. Видите, оно туговато идет. То есть эти пока идут. Тут, ну, не хватает танков. Все уходят только вот сюда. Поэтому я планирую заниматься сейчас расширением заводов наших танков. Электроприборы. Авиационные, радио. Вот танк тоже улучшается. Радио 65% делаем неплохо так. Еще бы улучшить здесь электроприборы. Радио. Вот еще танки. Электроприборы 10 уровня. Танки еще давай. Там машинки нужны для танков, но у нас их вполне себе хватает. Делаем 38%, кстати. Там объем производства у нас вполне себе такой хороший. Телефоны. Побольше. Телефонов тоже надо. На Аляске. Машины. Телефоны. Ну и еще машины. Северо-западная Англия давайте. Вот. Говорит, мало союзнее, спасибо. А, ну, туго так идет. Я думаю, что, блин, такое? Минус 120% от того, что население у Турции слишком большое. Хотя 9 миллионов, я бы не сказал, что прям большое. Но это нам прям мешает. Может, надо как-то поинвестировать в эту Турцию? Ну, давайте я сейчас понастрою железные дороги всякие. Так, тут контролл должен быть. Работает? Работает. Понинвестируем. Хотя в ЖД-шке просто. Как там? Может, нам это поможет? 110 тысяч. Я накинул сюда это все в железной дороге. Не знаю, оно ускоряет. Отношения с Инди Жжобой. Что-то как-то не измечаешь, что это оно ускоряет. Ну, это ж не просто так, правильно. Ладно. Так, что у нас тут с Россией? Ммм, Скандинавы здесь. Они пришли и их размотали. Супер. А здесь Скандинавию разматывает у нас Россия. Не знаю, помогать. Че по флоту? Ну, видимо, нужно помогать. Давайте, ладно. Россия, чтобы не усилялась. Хотя она и так тут слабенькая. Ну, как видите, она что-то камбэкать пытается, что-то делать. Давайте, ладно, что-то придумаем. Хоть частично войска наши отправлю. Вот эти вот тут танки, самолеты. Во, поехали. У них танков там нету, так что пускай они удивятся. Давай проезжаем вот сюда вот. Украина-Союз, не пасел. Давай, давай, давай. Все есть. Пошли с этой пятьдесяткой подеремся. Командующий Бэнкс на атаку и оборона хорошие. Поехали. О, кто ж, блин, у меня тут расходы на сухопутные войска и на флот. Че-то там проблемы у меня были. Я предлагаю немножко отступить. Пока не можем, да? Или мы так... Не-не-не, нам лучше отступить сейчас. Мы сейчас отступим. Организация пополнится. Мы восстановимся. Я вернусь, потому что там проблема такая была у нас. Ммм, кстати, атака плюс один есть. Организация плюс пять. И на рту тоже бонусы. О, так мы стали еще сильнее. Все. Так, организация, расти будешь? Давай. Очень медленно, что-то она как-то растет. Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа и предложит все усилия для содействия достижения этой цели. Так как мы оказываем значительное влияние на Иудею и Левант, древнюю родину еврейского народа, мы можем выразить благоприятственное отношение к восстановлению там еврейского государства. Ты че у меня давать? О, кстати, экспедиция какая-то, это что нужно? А число подразделений в Рапид-Сити, Тиек, Дакота, а ну пошли сейчас туда, отправим подразделение. А ну а сейчас у нас Иудея. Появилась новая, говорит, а не, там реформа, вся фигня. Думал то, что прямо государство может появиться. Так, Дакота, Южная Дакота, Рапид-Сити, а ну пошли встанем. Так, тут я самолет ищу, кстати, в эти войска добавлял. Да, я вот эти войска тоже улучшаю, потому что вдруг там еще у нас войны с Канадой будут, а они скорее всего будут. Так, шо у нас здесь? Наше правительство признало черные холмы на территории Дакота владением индейцев СИУ. Однако эта область до сих пор не была исследована на предмет полезных ископаемых. В последних докладах сообщается, что индейцы добывают огромное количество золота на грязи этих холмов. Один молодой способный подполковник, некий Джордж Кастер, готов отправиться к черным холмам, чтобы изучить ситуацию. Престиж получим еще. Давайте. Че-то это получится, интересно. А это у нас объединить... Мы можем объединить аравийские салтанаты под власть и подконтрольных там саудитов. Так, нам тут не саудиты под власть на Турцию. Ну слушайте, это нам че? Находится во владении державы, находится то-се, владелец провинции. А может быть там хватит влияния? Просто это появилось, когда мы начали влиять на Турцию. Может там повлиять на эти государства и правда. Но здесь вон, нечто, забрали себе японцы, тут британцы сидят. Поэтому мне кажется это неосуществимо вообще. Хотя прикольно было. Так, здесь мы сейчас справились. Выгоним еще отсюда русский. А, они мир предлагают. А Карелию хочешь забрать? Ам, нет, я не отдам. Тут, кстати, проблема образовалась. У нас восстание было здесь, в Джохоре. Фашисты, кстати, в власти. И в итоге здесь появилось два государства. Блин, тут золото одно, поэтому вот нафиг надо. А вот Джохор, тут резина. И у нас враждебный, да? Фу, он все совсем враждебный. А этот? Тут такое. Ладно, погнали сейчас с тобой будем тоже разбираться. Улучшаем мнение, все остальное. Душит нас даже немножечко. Кто там? Италия. Угу. У тебя противный. Класс. Так, Джохорчик это бы нам вернуть здесь? Че Россия Карелию не отдам? Джохорчик бы нам вернуть. Кстати, вот, смотрите, хотел показать. В Новой Зеландии салат. Англичан, конечно, много, но пекинцы, нанкинцы, русских 1% даже, южные итальянцы. Тут тоже, но еще добавились, кто там это? Северные германцы. Китайцев очень много. Тут население, ну, почти половина это одни китайцы. Англичанцы мало. Но основная культура это чисто англичане. Социалисты, кстати, власти. В Австралии ситуация, конечно, похожая, но здесь не так все существенно, конечно. А вот, что я хотел еще вам показать, есть такое государство Андорра. Так, здесь больше половины населения это китайцы. Вот здесь в Андорре. Очень много китайцев сейчас еще во Франции. 2%, 1%. Тут тоже. В итоге где-то по 3, вот где смотри, 4 нанкинцы. Пекинцы тоже 4. Тут вообще в Шампании 8% китайцев. Просто дофигище. И я так понимаю, если бы мы сидели не с таким количеством бесчестия, не лезли там за границу, то у нас... О, хороший прирост китайцев. Еще больше было бы миграции в нашу страну. У нас пока только так. Оно тоже неплохо. Некоторые вот, смотрите, даже не успевают ассимилироваться. Притом, что у нас скорость ассимиляции, она бешеная. Но не успевает. Потому что так же бешено они к нам сюда вот приходят. Опа, это у нас. Пекинцы 4%. Калифорния. Короче, они тут все заселивают. Неплохо. А, здесь 5% в Орегоне. В Вашингтоне здесь тоже салат целый. Неплохо. Население у нас сейчас какое? 325 миллионов. Прироста 250 тысяч за месяц. Неплохо так. Здесь мы сейчас затащили. Пошли вот сюда вот поможем. А, вы убегаете. Понял. А, Литва хочет союз. Слушай, Литва. Ух ты, захватил еще и Эстонию. Ядрить меня, закопчу. Подожди. Войск, у тебя 22 штучки, Украины. 7. Слушай, ну с Литвой давайте союз их сделаем. Ну, потому что, ну, что-то это прям жестко. Прям жестко. Я бы тебя даже засверил бы как-нибудь. Но меня больше интересует именно Скандинавия. Так, Турцию тут, ее никто не вычет? Нет. Хорошо. Если Литву никто не будет трогать, то тогда я после Скандинавии ее изосферю сразу. Так, здесь битва пошла, тащим. Нет. Или-то все эти убежали. Как-то тяжело отошло. Россия че? Карелию не отдам. Хотя вы же поддали, наверное, на самом деле и не парились. Но нет. Пошли сейчас здесь. Помахаемся с этим. Они разделились. Минус десяточка. Сейчас еще сюда вот пойду 11 уберу. А, ты сам. Молодец какой. Эффективность налогоблажения плюс пять процентов. И доход у нас должен сейчас еще сильнее вырасти. Десятку в месяц получаем. Расходы на оборону у нас 65 процентов-то всего лишь. Но у нас этого хватает. У нас лимит бешеный. Бригад. Тысяча, а готово 300 всего лишь. Так что нормально. Просто эти у нас антимилитаристы. В этом вся проблема. Так, пошли сюда. А, подожди. Так это Карелия, Скандинавия отдать. Ё-моё. Я думаю, что Россия захвачена, а в итоге требует что-то. Этож. Скандинавия требует. Чтобы мы согласились на окончание войны. А я тут парюсь. Ну ладно, поразминались, пойдет. Так, давайте валим отсюда. Кстати, Италия, я так понял, стала фашистской, потому что цвет поменял. Ну да, фашисты. У нее в сфере есть Греция, Болгария и Румыния. А в Пруссии, Пруссии консерватора. Ага. Ну там тоже должны быть скоро уже ивенты на это все. 27 год. Может через несколько лет, может там что-то пойдет. Хотя, может как-то Нидерланды помешают этим ивентам сбыться. И здесь все-таки фашисты не придут к власти. Посмотрим. Жалко, что конечно из нашей страны валят много кто. Но в разы больше приезжают. Лучше бы конечно не уезжали, но что поделать. Из Китая, из Фунзиани, ну то же самое Китай. Россия, Австро-Венгрия, Скандинавия, Сычуань. Ну да, тут снова опять одни китайцы. Че Австро-Венгрия зовет повоевать с кем? С Британией, Японией, Нидерландой. Так, подожди. Нидерланды, совершенно хорошие. Япония. О, прикольно. В России-то, конечно, отгрызло. Но, о, здесь русских живет, смотри. Тут 13%, тут 16%. Ну, там уже японцы 2% поселились. Прямо русских много-много. Так, с японцем мы здесь союз так и не заключили. И они примут соглашение. Можно сейчас, конечно, наверное, повоевать, посраться. Но Британия, размотать ее еще раз. Да давайте. Сейчас я соглашаюсь на это все. А мы налетим вот сюда вот. Может быть, что-то я сейчас у Британии дозаберу. Пускай. Так, только нужно расход повысить. Тем более, здесь производится огромное количество красок. У нас и так там все хорошо, в принципе, с ними. Но доминировать у нас 46%. Прикиньте, какой процент будет, когда мы это еще получим. Мы сейчас тогда просто... Давайте заберем эту самую. Южную Бенгалию у Британии. Да, конечно, можно выйти как-то вот сюда вот. На селе не побольше будет. Или, может, и правда 2 миллиона. 2,76. Да не, не прям больше. Можно, конечно, вот французы. Нет, не весь регион достанется нам. Сейлон, конечно, прикольно. Так, эстетично наша провинция будет такая. Но это не плацдарм в Индии. Нифига не плацдарм. Гуджарат. Ну, это пустыня нафиг надо. Вот, поэтому выйдем сейчас вот сюда вот. Добавить сель вместо под солнцем и Южной Бенгалии. 3-3 нам добавило. 21 счет. Так, ну что, японцы. Вот именно с японцами ведем сейчас переговоры, так как это... Они здесь главные примут. Все. Давайте теперь. Поехали. А вот эти вот остальные капитулируют. Будем получать мы доходы от них. А также у них будет армия поменьше. Куба. Есть. Так, и значит, смотрите. Население сейчас, конечно, у нас выросло бешено, да? 388 миллионов. Дальше получили мы еще Шотландию. Вот это вот. Ох, здесь добывается угля ничего себе. Ну, и тут серы, кстати. Шерсть, уголь еще, рыба. Пойдет. Так, ну и Британия почти вся наша, но забрать столичный регион не представляется возможным вообще. Вот так вот здесь неудобно сделано. Хочу мне вот мешать забрать их столицу? Ну, тут кто мне мешает? А вот почему? Типа, ой, нет, нельзя. Ну, кто говорит мне нельзя? Британцы? Ага, я их захватил. Ну, вот так вот, условности такие. А вот. С удовольствием бы захватил бы еще сам Лондон вот этот вот. Да и вышел бы в Европу. А у нас республиканцы победили на выборах. Угу. Есть. Толерантность поддерживают 28%. Из них 100% голосуют либералы. Все остальные не голосуют. Ведь мне сейчас нужно как-то поддерживать, получается, либералов, а не социалистов. Ну, социалисты, это нафига они нужны вообще в нашей стране, а? Вот просто. У нас все законы социальные, вот эти вот реформы, они стоят на максимуме везде. Я не могу продвигать их идеи, так как у них идей больше нет. А у либералов идеи тут висят. Хотя меньшинство, это социальный вопрос тоже. Ну, как-то что-то социалисты у нас не заинтересованы. Ну, и военную службу я бы тоже с удовольствием сейчас потихонечку понижал. Нас хватает войск, поэтому нам столько не надо просто. Ну, и давайте-ка сейчас мы что сделаем? Вступим в ООН. Организация Объединенных Наций Международная Организация создана в 1942 году. Для поддержания и укрепления международного мира и безопасности. Развития сотрудничества между государствами. Ну, что ж. Хоба. Так, в ООН, значит, мы вступили и, может быть, даже его и создали. 37-й год. Ну, скорее всего, там до нас еще тоже его понапрожимали. Сейчас у нас что вообще, давайте смотреть. Тут жалко, что, конечно, Британию не добить. Сюда войска я поставил, потому что тут повстанцы начинают бычить. Вот. Но, в принципе, далее. Что здесь вообще по планам дальше у нас могло бы быть? Ну, это у нас финалка. Сейчас будем разбирать, что мы достигли. Захват Мексики, конечно, добить до конца Британию. Это как-то было бы возможно. Вторжение в Европу уже окончательно. Именно континент, не на остров, а вот сюда вот. Ну, хотя нет, мы-то уже вторглись. Вот же. Континентальная Европа. У нас уже достигнута эта цель. Ну, может быть, как-то вот сюда вот, ближе к центру. Войнушка за Скандинавию в плане ведут. Влияние можно, конечно, выслать. Ну-ка, советников. О, мы тут, смотрите, обогнали кое-как авторитетов. Так что мы тут... Ах, это французы кинулись. Ну, в общем, да, это жесткая игрушка у нас. Что у нас по показателям производства и торговли? А, очки наши, смотрите. У нас тысяча почти двести очков производства. Первое место Нью-Йорк, второе Пенсильвания, третье место Северо-Западная Англия, четвертое Юго-Западная Англия, потом Массачусетс, Агайет. В общем, английские территории занимают тридцать и четвертое место по объему производства. Да, хорошо мы так позахватывали британцев. Ближайший здесь наш соперник, это Австро-Венгрия, пять тысяч, ну, шесть тысяч почти. Потом три триста Франция, четыре тысячи Россия. Ну, такая вот фигня. Четыре тысячи очков у нас в военной мощи. Ух, в Австрии тут двести. Япония тысяч пятьсот, ну, и, в общем, у них очень мало, у Турции он тысяча есть. Бритажа копейки, ну, кстати, примерно столько же, сколько у России. По торговле и производству. Красители не прям сильно поднялись, 51%, конечно. Хлопок, 4% шелк. Вообще нет у нас уголь, 25%, серо, 20%, сталь 28%, древесина 35%, тропического нету, резина 12%, вообще 13%, нефть 37%, сталь 52%, цемент 33%, механизм 48%, стекло 33%, топливо 13%, а было 9%, приподнялись. Удобрение 34%, взрывчатка 39%, клиперы 55%, хотя я их там отменял потихонечку. Сносил эти заводы. Пароходы 45%, электроприборы 65%, хотя было 80%, тут у нас персия, конечно, капец, оно там жесткое. Вышло в электроприборы, сотка у нее там. Ткань 37%, пиломатериалы 42%, бумага 39%, рогатый скот 21%, рыба 22%, фрукты 6%, зерно 21%, табак 40%, чай нету, кофе 5%, опиум нету, автомобиль 21%, да, тут тоже конкуренция, конечно, бешеная. И Бразилия вышла на первое место, офигеть. И не так далеко от нас британцы отошли, и персия, ты офигеешь, ты персик, ты шо? 21 место, у нее объем производства какой бешеный, офигеть. Мне кажется, если я сяду за нее поиграть, то это круто не получится, как вот это вот получилось. Еще британцы здесь сферят ее. Так, значит, 27 автомобиля, телефона 32%, вино 33%, спирт 24%, одежда обычная 22%, роскошная 68%, тут мы всегда лидируем. Мебель 29%, роскошная 64%, тоже всегда лидируем. Радио 83%, потом идет Джахур, наша сфера, ну и Франция так. Так что радио мы тут прям контролим жестко. У нас, видимо, там секретная формула есть, которую никто не может повторить. Боеприпасы 33%, стрелковая 24%, арта 27%, консервы 33%, танки 67%, тут персик, гадина. Фигеть, у нас 67%, остальное все персик. Самолеты 46%, Бразилия и Франция дальше. Ну, Бразилия тоже неплоха, в принципе. Но при этом она на девятом месте уже, кстати. На девятом скоро может выйти из нашей сферы. А так-то мы их хорошо так пользуемся, а. Что у нас по летописи? Население. 480 миллионов. Потом идет у нас Китай. Ну, вот этот вот Китай, который вот огрызок вот такой вот, потрепанный. Британия 347, но это, конечно, Индия. А вот Австро-Венгрия 149 миллионов, прям Австро-Венгрия хорошо так расплодилась. Население у нее большое. Ого. Мари. Прям именно Чехия тащит. Россия 140, Франция 88, Япония 87, Нидерланды 66 и так далее. По количеству провинций у нас 361, потом Британия 265, Россия 233 и так далее. Количество фабрик у нас 398, потом Россия 269. У меня прям много фабрик. Ну, что-то как-то производство все равно слабенькое. Потом Австро-Венгрия и Франция идет рядышком. Там одна фабрика разница. По грамотности, ух, у нас 97% в России 67, так серьезно? 37-й год у нее 67%. Хотя там такие потрясения были. Австро-Венгрия 75, Франция 95. Турция 71, Британия 61%. Ну, там индусы. Так что это нормально. Дальше, что мы тут можем посмотреть? Количество аристократов. Китай, Британия, потом мы уже идем. Кустари. США 6 миллионов. Ну, там индусы, конечно, зарешали. Британия 4, потом Китай, Нидерланды. Чиновников. У нас 6 миллионов. Британия даже миллиона нет. У Австро-Венгрии тоже. Смотрите. Ну, я там, конечно, чиновников расплодил. Капиталисты. 166 тысяч, потом Япония 155. Вот это, конечно, что-то я не знаю. Вот Япония так быстро капиталистов плодит. Канада 86. Вау. Не ожидал от меня такой. Австро-Венгрии 47. Потом уйдет Британия. Священники. У нас 3 миллиона, потом Британия 1 миллион 800. Китай и Россия. Служащие. У нас 3 миллиона с половиной. Потом половина всего лишь миллиона у Австро-Венгрии и Франции. Ремесленников. Вот. Основная движущая сила индустриализации нашей. Мы. 48 с половиной миллионов. Потом Австро-Венгрии 14 с половиной. Россия почти 10. Франция 7. Япония 6 и так далее. Так что, ну, тут в разы мы сильнее по количеству наших рабочих рук. Крестьяне Китая 65. Британия 55. Мы 35. Потом Россия 8. Вот такие вот еще 3 мощные по сельскому хозяйству страны. Рабочие на добывающем производстве. У нас 48 миллионов. Китай 15. Россия 11. Австро-Венгрия 10. Вот Россия вот держится именно на добывающей промышленности офицеров. Количество США. Потом Британия. У нас 348. Британия почти 300. Рабов. В Португалии 130 тысяч. В Эфиопии 31 тысяча. Прогвайи 1000 с копейками. Количество солдат. В Британии 15 миллионов. Ну, тут индусы, да. У нас 6 миллионов. В Китае 3. В России 1,5. В Австро-Венгрии, Японии по миллиону. Во Франции вообще очень мало, на самом деле. Не сильно она убежала от Нидерланд, кстати. Такая францкая Нидерландия. Карта плотности населения в мире. Она сейчас у нас вот такая вот. Куба. Вау. Офигеть. Вы посмотрите просто на это. О, кстати, тут уже китайцев почти не осталось. Они стали карибцами. 3 миллиона. Тоже карибцы так не могли наплодиться. Но китайцев все равно много, на самом деле. Прям дофига. Сколько? 5 миллионов с половиной. Почти 6 миллионов мужского взрослого населения на Кубе. В Бразилии 1, ну, много. Перу 2,5. Полтора миллиона в Аргентине. В Чили 2,5. В Мексике 6 миллионов. То есть тут почти тоже 6. Такая Мексика и вот эта Куба. Офигеть. Она, конечно, прям понапринимала мигрантов. А сейчас, кстати, с Кубы валит он в Бразилию, например. О, 82. У нас максимум я замечал 60 тысяч. Из Китая валило к нам. Тут в Бразилию по 70. 80. Вау. Офигеть у тебя здесь. Не, ну, конечно, ты тут скоро займешь и пятое место, мне кажется. С таким-то приростом населения. Сейчас 11 миллионов. Ты с таким количеством рабочих рук быстренько выйдешь в топ. Миграция карта сейчас, она вот такая вот. В Австралии тоже много прыгает. А из что-то как-то в Новой Зеландии валит. Да, тут уже процент англичан больше. Ого, афроамериканцев у нас здесь. На Аляске. Офигайся. Процент там такой хороший. Жалко, конечно, Канаду не успели погрызть. Но это такое. О, тут у них тоже салаты национальности. В итоге мы хотели у себя это сделать. Но, как оказалось, из-за 7-летней бешеной. Мы наблюдали салаты у других государств. О, сколько здесь китайцев. Блин, так вот посидеть, поиграть, и я представляю, что они просто заполняют эти китайцы. А вот как-то бы прикольно было бы отменить... О, Литву захватывают. Отменить вообще ассимиляцию на программном уровне и посмотреть, какие здесь салаты будут и что вообще произойдет в этом мире. Если я найду, как это сделать, можете захотите, то можно такое провернуть, попробовать. В России, кстати, фашисты у власти. В Германии они так и не пришли, да и сама Германия у нас так и не оказалась. В Тривенгрии социалисты, Франция социалисты, Италия фашисты, Испания консерваторы, Британия до сих пор фашисты, Скандинавия, либералы, Турция, либералы, Персия, консерваторы, Китай, интересно. А либерал, анархист, понятно, в принципе. Опа. Тут Япония уже почти дохрызла эту самую Корею, российскую. Так что здесь русским, наверное, неприятно жить теперь под Японией. У нее консерваторы здесь. О, и здесь фашисты, да, ты что, осторожно. А, кстати, еще что хотел сказать. В Варисе, где фашисты тоже, много живет немцев. 19% южные германцы, на южные сваливают сюда. Видимо, и завтра Венгрии. Ну-ка, в миграции. А, все. Ну, там уже по копеечкам, совсем чуть-чуть. А так-то много сюда сейчас прилетало. Ммм, подожди, мы забрали себе еще и Андаманские острова, вот эти вот. Ух, ты ж ничего. А я не обратил внимания, что они относятся к Венгалии. Так, ну и по поводу вот этого закона. Тут жалко, что его никак не получается взять. Хотя там 41% поддерживают уже наших членов палаты. Но население не хочет вообще его. Это может трудность нам немного доставить. Но там обычно это не влияет. Это влияет именно члены парламента, которые голосуют. Я мог как-то на это повлиять, избирательную систему поменяв. Но тут тоже такая проблема, что процент, который голосует за, тоже такой. Вот, поэтому ладно. Хотя, подожди, давайте сейчас пройдем выборы. Попробую сейчас давить ее либералов кое-как пытаться. Последний раз пытаемся. Вот, что я хотел. Либералы правы. Да, давайте вот так. И здесь, конечно, как-то что-то не то самое. Ну, сейчас они получат больше поддержки. Ну-ка, давай. И 41-26. Не, оно не повлияло никак вообще, на самом деле, на это. Жалко, что это взять не получилось. Но можете написать в комментариях, как это можно было бы достигнуть. Добраться вот сюда. Вот я просто еще в политике не до конца разобрался. Как ей можно манипулировать так, чтобы достигать того, чего именно ты хочешь. Но и все равно это как-то проще, чем в веке третий. Вот. Ну, давайте мы на этом остановимся. В принципе, жалко, что Британию захватить полностью не получилось. Но мы тут самая сильная страна. И понятное дело, что мы просто можем брать и красить эту карту. А так-то у нас население растет бешено. У нас все законы приняты, реформы, социальные, политические. Все у нас круто. Обязательно службу, конечно, хотелось убрать и добровольно поставить. Но не могу я это поражать. Но это все в будущем, конечно же, можно будет сделать. А здесь иммигрантов будет больше. Ассимиляция не такая сильная будет. Поэтому и салат будет более-менее ощутим. Но не прям ощутим. А именно более-менее. Потому что у нас все равно бонус к ассимиляции, он огромный. Вот. Поэтому, когда захотим сделать салат, уже как-нибудь, наверное, за другую страну сыграем. Когда и к Вике второй все-таки вернемся. Потому что сейчас пока сделаем перерыв. Из-за того, что Вика третья вышла. Вторую Вику начали фиговенько смотреть. Третью Вику, в принципе, фигово смотрят. И в итоге ни то, ни другое. Поэтому пока что делаем перерыв. И чуть позже к ней вернемся. Можете пока что комментарии свои написать. Предложить тоже какие-то варианты интересные. Но трилогия-то у нас вышла, где мы сыграли за фашизм, коммунизм и либерализм. Потом я уже планирую пробовать какие-нибудь другие моды. Желательно, чтобы они, конечно, были с русификатором. Потом, когда вы уже более-менее освоились, может, и на английском посмотрим. Главное, чтобы вы могли смотреть тоже на английском. А то это не всем дается. Проще, конечно, тоже на русском смотреть. Я так по просмотрам вижу. Вот. Поэтому, в общем, буду поглядывать. Какие там еще моды есть. И смотреть на то, что вы предлагаете. Ну что ж, всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте спосорку, чтобы получить классные бонусы. А также играйте в индифляжные партии. Просто общайтесь на наших серверах, где скорость в ссылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмбер. Спасибо большое за просмотр. До встречи. Да, кстати, восстание. Но мы с ним быстро разбираемся. 150 тысяч. Да, ты посмотри. Вот и все. Ну зачем они восстали? Зачем вы так им умираете? Ну, такой вот. Все. Всем пока.